Продолжение следует... Не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал. Поехали! Перережаем график, что не может не радовать. Мы, конечно же, могли бы пробустить всю эту историю с помощью замечательной кнопочки на 20%, но что-то торопиться я пока что не очень хочу, так как мы идем очень даже неплохо. А вот что очень плохо, это то, что я забыл про обогрев. Давайте сейчас насчет этого подумаем. Значит, ситуация вот такая вот. Здесь, соответственно, можно ребятам просто включить... Наверное... Нет, стоп, вот здесь не нужно, потому что здесь никого нету. Вот здесь, я думаю, что нужно. Конечно, замечательно. На кухне, пожалуйста, тоже грейтесь. Ну и дабы вы здесь сейчас не умерли, я вам тоже подключу отопление, которое вам поможет немножечко держать себя в курсе дел. А здесь вот очень прохладно прямо. Вот это печально. Но я с этим, я так понимаю, ничего не смогу поделать, потому что... Потому что, блин, не дотягивается, наверное, наш обогреватель. Давайте посмотрим вообще, как это все выглядит. Итак, технологии и печь. Собственно, вот такая вот печь. Блин, конечно, она меня не очень радует, я вам так по секрету скажу. Но вариантов-то у нас не так много. Ребят, надо обогревать, да? Хотя, погодите-ка, я же изучил технологию, которая позволяет мне расширить. Я ее сейчас изучаю. И что мы будем с этим делать? Я пока не понимаю. Наверное, если я смогу расширить, надо ставить где-то по центру. Если на 50% расширится, то вот отсюда, да, половина от траво-радиуса, который уже имеется, наверное, дотянется до домов по краям. Но это по моим скромным подсчетам, опять же. Блин. Ну, наверное, я поставлю тогда вот сюда. И, наверное, придется подождать. Но, ребята, сейчас на работе, в принципе, ничего страшного. Я не понимаю, почему вот эти вот, господа, не на 100% вы болеете или что? Идет на стройплощадку. 5 инженеров подъехало. На какую нахрен ты стройплощадку идешь? Нет, дружище, давай-ка ты все-таки займешься изучением, потому что это сейчас принципиальный вопрос. Технология готова. Это замечательно. Мы сейчас будем проверять, как она работает. Улучшенный обогреватель и штука тоже неплохая. Сколько будет расходовать? 2 единицы угля в час. Звучит так себе. Позволяет поднять температуру любой печи на 2 уровня. Слушайте, ну вот тоже хороший вопрос. Давайте смотреть по ресурсам. Может быть, я хочу сейчас печь прокачать, чтобы на 33% больше угля шло. Это тоже неплохо. А вот что касается протокола лечения, тоже интересно. В общем, интересно нахрен все, я вам так скажу. Давайте, наверное, я начну с чего? Блин, дайте-ка подумаю. Сейчас у нас есть проблема со здоровьем. Да, но, наверное, на 2 уровень смысла нету, потому что не настолько холодно. Поэтому давайте я начну с печек, пока не поздно. Дабы потом сразу производить нормальное количество угля. И здесь что-то происходит. Труд без конца. Люди вымыты на допредел, у некоторых увеличенные смены. Мы это уже вроде видели. Давайте я нажму все-таки вот сюда. И вы мне не будете делать голову. Пожалуйста, нам сейчас нужно вкалывать по черному. Так, у меня дошел разведчик. И у меня вот здесь почему-то не очень эффективно все работает. Давайте мы в паб засунем побольше людей. Пускай они там трудятся. Я не так понимаю, что я все равно не успеваю ничего заказать. Ну давайте прожмем как бы. А, ну все, уже нельзя. Уже нельзя ничего прожимать. Посмотрим, что нашел разведчик. Это действительно паровое ядро. Кивнуть и подписать бумагу. Паровые ядра. Табличка над входом гласит. Что-то там. Министерство военно-морского флота и колоний. Склад 4. Неудивительно, что на севере стали искать убежища разные народы. Французская операция и потрясает. Старенький кладовщик, завидев нас, открывает грозбух. Похоже, старик принял нас за французских инженеров. Короче, он с нами поздоровался и что-то сказал. Он явно хочет выдать нам партию паровых ядер. Но что-то там еще... Это как раз тот самый пункт, в котором мы были. Подписать бумаги, либо объяснить ему недоразумение. Нет, давайте будем продолжать объяснять ему это недоразумение. Мы разъяснили кладовщику его ошибку, но мгновение было непонятно. Рассердится он или расплачется. Наконец-то он закрыл грозбух и ушел со словами, которые мы не знаем. Хорошо, замечательно. Что нам это дало, пока что непонятно. Но это значит лишь то, что мы отправляемся к последней метке. Так, у нас подскопились ресурсы. Что это значит? Это значит, что я закажу еще парочку вот таких вот историй. Давайте 4 сделаем для того, чтобы у нас как-то... Наверное, было 25 ровно на остатках. А что ты нам принесешь? 2 паровых ядра и 5 вот этой хрени. 40 еще пищевых пайков. Ну, хоть что-то. Ладно, склад пока что я не знаю, под что оборудовать. Уголь еще копится. Уже 5 часов дня. И я боюсь, что сейчас это последняя поставка к нам поступает. Мы на 5 дней все еще опережаем график. Это просто замечательно. К сожалению, наверное, кто-то болеет и не может полноценно работать этот объект. Но ничего страшного. Вроде все неплохо. Опять что-то произошло. Ну, давайте. Холодные дома. Люди обеспокоены низкой температурой в домах. Они резонно замечают, что из-за холода можно легко заболеть. И просят вас что-нибудь предпринять. Вас ждет забастовка в случае бездействия. Обогреем часть домов. Так, от 6 холодных домов. Давайте попробуем вот так вот сделать. Не буду я борщить. Мы, в принципе, знаем, что это такое. Можно не читать. И как бы... Вот у нас, собственно, расширился диапазон работы вот этой хрени. Ну, вот эту я поставил прямо идеально, да? А вот эту вот я даже не знаю, как ставить. Получается, надо ставить вот сюда, да? Давайте так и поступим. У нас, к сожалению, вот эти, господа, не помещаются. И могу ли я перестроить сейчас дом вот здесь? Я не могу. Я могу построить вот сюда дом. И вроде даже ничего не снес. Давайте тогда один поставим вот сюда. Люди переедут в более теплое жилище, соответственно, отсюда. Да? Я же правильно понимаю. И думаю, что будут чувствовать себя нормально. Так, друзья мои, что-то происходит. Я так понимаю, что ничего хорошего не происходит. С дороги, ублюдки. Разойдитесь, мы домой едем. Не толкаться. Я инженер. Пожалуйста, пропустите. Нам нужно осмотреть суда. Последние корабли. Последние корабли готовятся к отплытию под бдительным присмотром ополченцев. Группа отчаявшихся людей атакует пристань. Они не остановятся, если мы не примемем силу. Итак, пострадает 5% рабочих и инженеров. Недовольство значительно вырастет. Уплывут 15% рабочих и инженеров. Мотивация значительно упадет. Так, друзья мои, мы остаемся. Надо, я понимаю, что вы получите в щи. Но уж как бы извините, пожалуйста. Вот вам мотивация, пожалуйста, да? Чтобы вы не грустили. И давайте сегодня вечером проведем какой-то бой, чтобы, собственно, недовольство немножечко сгладить. Так, друзья мои, я так понимаю, что приехали. Приплыли, наверное, можно даже сказать. Больше поставок не будет. Это понятно. Потому что здесь везде гребаный лед. Я так понимаю, что мы можем все к чертовой матери разбирать. На данный момент нам хватает пищи, но я не очень понимаю. Так, давайте смотреть. Достигнут ли лимит хранения кораблей нет. Все, я так понимаю, что мы от этого отказываемся на данный момент, да? И больше я ничего, собственно, не предложу нашим ребятам. Потому что больше нечего мне им предложить. У нас огромное количество людей. Поддерживать тепло в домах на позиции приемлемо. Мы это делаем. Мы получаем ресурсы с вами обратно. Хоть какое-то их количество в любом случае. Бой прошел и недовольство немножечко снизилось. Кто-то пострадал, к сожалению, но этого не избежать. Зато теперь, как я понимаю, давайте проверять. Мы сможем с вами, если что, поставить здесь пост добычи, да? А, или не можем. Я думал, что, если честно... Ну-ка, покажите мне. Вот так я могу собрать. Но неужели я не могу сюда воткнуть пост добычи? Вы что, прикалываетесь, что ли? Вы на полном серьезе мне это говорите? Ну, хорошо. Вроде со сталью я не испытываю таких огромных проблем. Плюс еще какая-то куча гигантская. Вот здесь у нас находится, которую мы с вами соберем. Ладно, посмотрим. Давайте добирать вот это, вот это. Перестраивать сюда, наверное, вот такую вот штуку смысла нет. Ну, хотя мы над этим, конечно же, подумаем. Ну, и посмотрим, как чувствуют себя вообще ребята здесь. Давайте по температуре глянем. Ну, более-менее вроде все нормально. Вот здесь вот явно напрашивается еще одна печка, чтобы ребята не мерзли. И, скорее всего, я потихонечку буду запиливать вот эту всю историю. И, соответственно, ее сжигать. Потому что иначе никак. Так, я не вижу другого выхода из этого печка. Вторая точно появляется. Это уже без вопросов. И там что-то происходит. Наверное, мне про корабль все что-то расскажут. Затонувший корабль. У нас кончается сталь. К счастью, появился новый источник. Один из плюсов ледостава. Возможность добраться до затонувшего корабля по льду. Можем принести оттуда металлолома. Но людям придется работать в экстремальных условиях. Понятно. То есть здесь я не соберу ни хрена с помощью постов добычи. Только пешочком. Но стали еще 222 единицы. Если мы сейчас разберем все остальное. А мы уже, судя по всему, все разобрали. Но осталось только вот эти вот хрени разбирать. Тогда уже, наверное, ситуация немножечко изменится. Ну, не знаю, друзья мои. Вроде еда пока есть. Дерево на остатках тоже присутствует. Угля осталось 8 тысяч. Плюс мы немножечко будем нажигать. Больные появляются, к сожалению. Но оно и понятно. Сейчас ночь. Это нормальное явление. Но в то же время они начинают лечиться. Что тоже не может не радовать. Так, нет, ребятки. Что-то пошло не так. Короче, я вам скажу. Потому что больных что-то стало дохренища. А вот парового ядра у меня того самого нету, к сожалению. Это очень грустно. Потому что я бы добавил бы еще один лазарет. Давайте посмотрим, как дела тут у ребят. Они все еще идут на лечение. А у вас 8-7 часов. Нате, держите, вам покушайте. Потому что вам нужно поскорее выздоравливать. Уверен, что большое количество рабочих отсюда будет болеть. И это, конечно, не дело. Ну что у нас тут опять? Боюсь, мы с голоду помрем, пока они вернутся. А этот проект продлился дольше, чем мне казалось. Но давайте посмотрим. Мы остались одни в лагере. Воцарилась зловещая тишина. Последний корабль ушел. Больше нельзя рассчитывать на поддержку извне. Ни припасов, ни почты, ни экстренной эвакуации. Теперь мы сами по себе. Мотивация будет падать каждое утро. Надо выстоять. Друзья мои, у нас вариантов больше никаких нету. И мы, собственно, попробуем это сделать. Единственный вопрос у меня сейчас по больным, которые вроде вот сейчас поступили на лечение. И наш разведчик тоже дошел. Давай, дружище, вещай, пожалуйста, расскажи, что здесь. Здесь ничего нету больше вообще. Вот такая вот история. На самом деле сейчас, может быть, я даже немножко жалею, что ядра не забрал. Но хотя, в принципе, мы сейчас с вами подразберем ту историю, которая у нас есть дома. Вот, например, вот эту вот, которая нам больше не потребуется. Да, три паровых ядра нам возвращается. Мы за эти ядра, наверное, добавим парочку лазаретов. У нас вроде должны быть свободные руки на это. Да, есть на один лазарет как минимум инженеры. Ну и плюс, если мы еще разберем все-таки палатки и сделаем лазареты, соответственно, ситуация тоже немножечко изменится. Что делать дальше, пока не очень понятно. Наверное, нам стоит отправлять рабочих производить уголь. Дерево вроде тоже пилится. Ну и плюс здесь еще осталось какое-то количество, которое собирается постами добычи. 572 единицы. Это достаточно неплохо. А вот и подъехало три паровых ядра. Да, давайте поставим на паузу. Возьмем, соответственно, лазарет и попробуем его куда-то сюда приделать. Блин, уже сюда приделывать, конечно, здесь будет портить нам лес. Но так как у нас все-таки сейчас, как-никак, увеличенный радиус работы печей, то, наверное, в принципе, можно все-таки сюда его поставить. Да, давайте посмотрим. Вот сюда, например. Я провел дорогу или мне показалось? Нет, я ее действительно провел. Ну-ка, покажите мне по домам. По домам все более-менее. Но вот здесь живут очень много людей, которым требуется обогрев. Давайте не будем их расстраивать, наверное, да? Я просто здесь выключу большой радиус, чтобы не потреблять вдвое больше угля, а так вроде должно прокатить. Технологии изучены. Угольные печи вырабатывают на 33% больше угля. Это замечательно. Что касается отопления. Улучшенный продув. Насколько мне он сейчас нужен, мне непонятно. Возможно, есть смысл заняться обогревателями или все-таки протоколом лечения, потому что это достаточно интересная штукенция в ситуации, когда у нас много больных. Плюс еще не все больные поместились. Это тоже печалит. Как собирать вот эту сталь, мне непонятно. Скорее всего, нужен пост добычи, потому что это будет самым правильным решением на данный момент. Но я его поставить... Нет, я его поставить могу. И даже он, скорее всего, попадет в обогрев, который я, скорее всего, буду сокращать. Но не знаю, посмотрим. Эту сталь мы собрать попытаемся. Оленья стада разрушена, и больше мы не получаем припасов с этого аванпоста. Как я понимаю, данный господин нам тоже в целом не нужен, потому что изучать уже на карте больше нечего. Мы можем привезти его домой. Что у нас тут по лесу? 905 единиц. Наверное, мы так и поступим. Лазарет строится. Здесь пост добычи тоже в процессе. Наверное, вот эту историю пока что разбирать нельзя. Мы видим, что не хватает под сталь немножечко места. Давайте добавим. Если что, мы всегда можем склад изменить. Это не проблема. Так, дружище, ну что, направляйся домой. Я не знаю, что с тобой делать, если честно. Больше никаких вариантов. Последние 80 еды к нам двигаются. Остается вот такое вот количество. Блин, ну и что, переходить на баланду. 5 пищевых пайков из 2 еды. 4 из 2. Наверное, время пришло. Кокаиновые таблетки. Ну, я так их ни разу и не использовал. Наверное, и не буду, потому что не вижу в этом никакого смысла. К сожалению, мотивацию поднять никак не получится. Здесь единственное, что могу сделать, это на 20% прокачать ход строительства. И давайте я, наверное, прожму. Остается всего лишь 9 часов. Конечно, за этот день мы не достроим, но все же. Да и так как стали у нас достаточно много. Давайте я, наверное, вот те, что 5 потратил, я их поставлю на заказ. Пускай они делаются. Дерево 1600. Угольные печи у нас работают. Температура на рабочем месте в целом приемлема. Я даже не вижу смысла подрубать сейчас какое-то отопление, потому что нахрен оно надо. На лесопилке ситуация такая же. Ребята трудятся. Не знаю пока, что нас еще может ожидать. Будем просто ждать, надеяться и верить. Вот здесь, кстати, прохладно. Наверное, вот сюда бы я им отопление воткнул. Кстати, я совсем не подумал о том, что, наверное, я мог бы сюда им обогреватель тоже воткнуть. Да, как вы считаете? Вообще это нормальная идея? Это вообще законно будет? Я думаю, что это вообще нормальная идея. Но у нас подъехала технология. Я, наверное, сейчас сначала загляну сюда. Итак, давайте думать про отопление. Лучше на обогревателе. Скорее всего, я сделаю. Температура сейчас, к сожалению, понизится еще на один уровень. И это не предвещает ничего хорошего. Блин, 26 больных. Почему я до сих пор еще вот сюда инженеров не кинул на всякий случай? Мне непонятно. Ну-ка, покажитесь мне, ребята. Вы еще идете на лечение. В менее часа, менее часа идет на лечение. Два тяжелобольных. У нас есть ноль протезов. Очень замечательно, очень классно. Спасибо большое. Но, и ладно, хорошо. Я ничего другого все равно сейчас не сделаю. Наверное, все-таки здесь мне потребуется дополнительная печка. Потому что я боюсь, что эти господа будут очень сильно болеть. Мы сейчас поставим ее в режим работы именно с 8 до, наверное, в скольки? 18. Не знаю, есть ли там график работы с 6 до 8. Потому что эти, по-моему, так и трудятся. Да, это действительно так. Ну, короче, там посмотрим. Сейчас отопление, наверное, здесь можно выключить. Так как никто здесь не работает. Или работают. Не, подождите, что-то я поторопился. Они же до 8 трудятся. Черт возьми, через 40 минут отключу. Здесь, к сожалению, весь уголь собран. Поэтому, соответственно, вот это мы разбираем. Что с этим делать, я пока не знаю. Ресурсов достаточно дохрена. Плюс дерево еще вернется. Это вроде мы дособираем. Здесь тоже дособирается. Печки вроде что-то производят. Кстати, я не обратил внимания, какое количество угля производят эти самые печки. Давайте, наверное, подумаем насчет еще одной. Поставлю ее прямо сюда. Или поставлю ее... Блин, жалко, что вот сюда она не встает. А вот здесь я не уничтожаю ресурсы вроде. Да, замечательно. Давайте тогда воткнем ее здесь, потому что если я воткну, например, печку сюда, а это мне, скорее всего, придется сейчас сделать, то, соответственно, мы обогреем сразу 4 здания. И, наверное, даже печку я воткну прямо сегодня, чтобы потом, собственно, этот вопрос не профукать. Да, она действительно достает замечательно. Я так понимаю, что здесь печь готова. Это действительно так? Так, с 8 до 18 только есть режим, либо 24. Ну, значит, я оставлю 24. Давайте посмотрим по углю. Мы все еще в плюсе. У нас на 300 единиц прирост. Это замечательно. Это отлично. Но это без учета того, что у нас сейчас еще дополнительная печь появилась. И, соответственно, даже пришел какой-то мужчина. Что-то нам принес. Я даже не знаю, что с ними сделать. Я как-то могу их расформировать. Нет, это не ты. Это вот ты. Да, я могу их распустить, получу, соответственно, обратно. Да, я так понимаю. Или не получу. Ну, давай, я тебя распускаю, потому что больше с тобой делать нечего. В принципе, эти здания нам тоже больше не нужны, на самом деле. Но пускай пока стоят. Как только пойму, что нужны ресурсы, я, конечно же, их разберу. Огромное количество больных появилось. Меня это сильно расстраивает. И я даже не знаю, наверное, 12 паровых ядер. Наверное, надо строить еще лазареты. Что, в принципе-то, ждать? Кого? Кого ждать-то? Надо быстренько за ночь отстроить дополнительные и туда отправить ребят трудиться. Что у нас здесь? У нас здесь пост добычи, людей слишком много, поэтому, соответственно, мы распределяем работников по рабочим местам. Буду ли я производить еще какие-то сплавы? Я просто не знаю, ребята, нужно ли мне это производить, потому что нам осталось 96%. Ну, вы поняли. Мы сделали 96%, и я думаю, что сейчас с 6 утра мы быстренько последнюю часть генератора достроим. Мотивация просто рушится. К сожалению, 6 утра, и ребята приступают к работе. И остается всего лишь навсего 4 часа, точнее 2 уже. Время бежит очень быстро. Ну что, я хотел бы уже посмотреть, что произойдет. Обещание нарушено, мотивация падает, что обеспечим людей теплом. Блин, к сожалению, да, действительно, это так, но я уже ничего не поделаю, друзья мои. Давайте мы попробуем достроить с вами генератор, потому что это самая главная задача, которая перед нами сейчас стоит. Температура еще опустилась. По-настоящему холодно становится в жилищах. И, наверное, блин, я же вроде улучшал, да, обогреватели, а не поддув, вот этот турбонаддув. Ну, вы поняли, всю вот эту вот фигню, как здесь с рабочими дела обстоят. Все сейчас на месте и все трудятся. Давайте смотреть, сколько по времени. Один час остается. Я думаю, что время может немножечко ускорить и посмотреть, что будет дальше, потому что мне непонятно, подкинет ли нам игра еще какие-то задачи или нет. Но вот-вот мы уже об этом узнаем. Здесь построился лазарет. У нас, к сожалению, очень мало инженеров, поэтому сюда пойдут работать обычные люди, дабы это здание не простаивало. Здесь, ребятки, идут на лечение. Менее часа остается. И давайте посмотрим, как у нас тут дела. Здесь тоже кто-то идет на лечение. Пока что не совсем понятно, но и хрен ты с ним. Ну что, вот он, момент истины. Да, я так понимаю, сейчас мы узнаем, что будет дальше и будет ли что-то вообще. Но ситуация, в принципе, не настолько критичная, как могла бы быть. И вроде как генератор достроен, я так понимаю. Давайте смотреть. Неужто каторги конец? Наконец-то, прямо не верится. У нас получилось. Мы пошли на невероятные жертвы, но все-таки достроили генератор. Недоброжелатели не верили, что это возможно. Но вот он, величественное и дерзко возвышается над лагерем. Он стал доказательством нашего превосходства над холодом и самой природой. Бросая вызов миру. Мы устоим. И устоять наша главная задача. Надо продержаться до прибытия ледокола. Мы почти у цели. Так близки к дому и так далеко от него. Мотивация значительно вырастет. Это еще не конец. Друзья мои, дождитесь эвакуации. Генератор готов. Остается ждать, пока погода улучшится и нас могут эвакуировать. Осталось всего несколько дней. У нас еще есть время, чтобы улучшить генератор. Так, хорошо. Исследовать улучшение генератора и так далее. Но давайте смотреть. Что-то я немножечко не готов был к такой ситуации. Но ничего страшного. Итак, 10, 25, 15 и 20. Я понял вас. Мы сейчас будем очень сильно налегать на вот эту вот историю. Потому что я не был уверен, что мне это надо. Но, как оказалось, это все-таки действительно требуется. В принципе, запас какой-то имеется. И по-хорошему мы чувствуем себя комфортно в этом плане. Но вот только что закончилась сталь. Сталь, что не может не печалить. Сейчас попробуем этот вопрос разрулить. Наверное, мы будем отправлять господ вот туда. Но здесь что-то происходит. Недовольство из-за бастовки. Элитсе. Ситуация в колониях еще хуже. Эбенезер Баякине. Новый премьер-министр. Намеревается рефинансировать программу генераторов. Возможно, мы изменим ваше следующее задание. Ледокол для эвакуации уже покинул порт. Будем ждать. Итак, нам нужно с вами выжить 3 дня. И, собственно, дождаться ледокола. Сейчас меня больше всего интересуют новые технологии. Давайте посмотрим. Оно стоит 10 единиц вот этой вот хрени. Я так понимаю, что нам нужно изучить, сколько здесь ждать. 6 дней. И здесь нам ждать еще сколько-то. Этот человечек прибыл. А, здесь не надо ничего. Надо просто успеть за 6 дней. Хорошо, 6 дней у нас есть. Это просто замечательно. Двигаемся дальше. Давайте проверим немножечко по углю ситуацию. Походу, торопиться действительно не стоит. И надо принимать какие-то решения. А что касается вот этой вот стали, она нам очень нужна. И, походу, мне придется сюда людей отправлять. Я просто не представляю, что я мог бы сделать. Давай, давайте попробуем все-таки по посту добычи какую-то историю провернуть. Получится ли у меня это? Или я не смогу ничего с этим сделать? Мне совсем непонятно вот вообще. Поэтому я буду сейчас пробовать, так как есть какой-то запас дерева. Блин, мне придется сносить дерево, да, я так понимаю. Блин, да, это печально. Но у меня нет другого выбора. Поэтому, к сожалению, немножко дерево отъезжает. Я хочу точно понять, смогу ли я собирать с помощью постов добычи данную историю. Или это просто-напросто невозможно. Что-то опять случилось. Давайте смотреть. Безумный проповедник. Возле генератора собирается толпа. Все слушают высокого тощего человека, который яростно жестикулирует, выкрикивая фразы. Мы построили эту Вавилонскую башню сопротив Господа нашего. Господь прогневался и послал великий холод, дабы истребить нас. Покайтесь. Оставьте инструмент и вознесите молитвы. Большинство просто глазей, но некоторые становятся на колени вместе с проповедником. Требуется народное ополчение. А где мое гребанное народное ополчение? Мотивация немного упадет. Да у меня мотивации и так уже нету. На самом деле падать ей уже некуда. Насчет этого я не переживаю. Я буду очень ждать строительства постов добычи и будем смотреть, как там обстоят дела. Да, со сталью действительно проблемы. Это печалит меня. Это очень меня печалит. Давайте посмотрим, сколько здесь нужно. 25, а здесь 15 и 20. 15 есть, а вот 20 не будет. То есть сейчас, в принципе, вот это можно не производить, ребятки. Зачем я это делаю, мне непонятно. Давайте произведем вот здесь побольше. Что у нас тут есть? Безопасность на 2 снизится. Базовый уровень в минус 1. Это вредно. Низкий риск заболеть. То есть, в принципе, более-менее. Можно было бы прожать, но я что-то не уверен. Построить ли мне дополнительные мастерские, пока что непонятно. Но я, наверное, все-таки попробую. Да, все-таки попробую. Где это все было-то у меня, я черт возьми, забыл. Вот они, мастерские. Куда я мог бы их воткнуть? Ну, хотя бы парочку мог бы воткнуть куда-то вот сюда, наверное. Да, почему бы нет? Чтобы не сходить особо с ума. Потратил немножко стали, конечно же. Но ничего страшного, потому что нам в любом случае нужен прирост по технологии. А почему здесь гребаные смены у меня стоят такие? Да, я, наверное, забыл просто их переключить. Сейчас это очень важно. И, кстати, обратите внимание, здесь достаточно холодно. Поэтому, скорее всего, мне надо, ребят, немножко обогревать. Мы сейчас это сделаем. Мы поставим вот сюда вот такую вот замечательную штукенцию. Когда вы соберете всю гребаную сталь, ребята? Очень долго вы ее собираете. Как здесь дела? 268 в целом единиц. И здесь еще 11. После чего мы разбираем за 19 всего-навсего стали. К сожалению, это печально. Здесь все разобрано. Ну что мы там? Ждем посты добычи и смотрим. Так, у нас с вами есть... Что? У нас с вами есть вот этот господин, которого надо, собственно, ликвидировать. Расходимся, друзья мои. Замечательно. Какой режим работы стоит у нас здесь? Здесь правильный режим работы стоит. Все нормально. Мы разбираем, точнее, собираем вот эти вот радиаторы в каком-то количестве. Думаю, что мы все-таки успеваем за 6 дней подготовиться. Я не знаю, насколько нам придется строить это вещи или не придется. Нам просто нужно улучшить, так скажем, изучить. Короче, посмотрим. Ну что у нас тут происходит? Холодные дома. Блин, друзья мои. Недовольство вырастет. Лиза бастовки повысится. У нас есть 2 дня начать отапливать 12 холодных домов. Блин, ну давайте попробуем. Я сейчас, наверное, изучу технологию. Блин, если я сейчас не выполню обещания, они, к сожалению, очень сильно на меня обидятся. Давайте сделаем тогда вот так. И здесь то же самое повторим, дабы это все немножко ускорить. К сожалению, рабочие будут заниматься изучением, но уж ничего другого я все равно не предложу, потому что вариантов, собственно, не так много. Ребятки, пожалуйста, достраивайте вот эту историю. Я очень жду. Блин, вы что, серьезно? Нету в радиусе ничего. Вообще ничего нету в радиусе, друзья мои. Вот такая вот история. Это все было зря. К сожалению, это все было зря, и мы это будем собирать руками в неистово плохих условиях. И это по-настоящему плохо, потому что я даже не знаю, что с этим делать. Конечно, мы еще сейчас получим немножечко вот отсюда, да, получается, стали. Но это совсем ничтожное количество. Но, тем не менее, хоть что-то на парочку еще дополнительных радиаторов нам хватит. Поэтому давайте-ка побыстрее это все дело будем производить и смотреть, что делать дальше. Итак, технология изучена. Давайте смотреть, что с ней сделать. Она просто изучена, и нас это устраивает. Замечательно. Тогда мы едем дальше. 25 вот этих вот замечательных хреновин мы использовали. И дайте-ка я посмотрю, насколько нужно на последнюю. Нам нужно еще 20. А у нас сейчас есть 5. То есть нам нужно произвести с вами, по моим скромным подсчетам, еще 15. У нас совсем чуть-чуть не хватает стали, но думаю, что мы ее быстро добудем. Гребанная забастовка у меня началась. Вот что печально. И я не знаю даже, что сейчас с этим сделать. Совет рабочих минус 1, но здесь я ничего прокачать не могу. Кстати, наверное, сюда я все-таки добавил бы людей. 10 пищевые пайки. Направить рабочих против смутьянов вам придется поощрить их усердие дополнительной пользой порции еды. Недовольство незначительно снизится. Риск забастовки на всех объектах. Да, это сейчас то, что нам надо, потому что риск забастовки это штука серьезная. Сделка с коллективом. Здесь можно поражать. Мне в принципе... Блин, почему здесь опять забастовка? Давайте посмотрим. Минус 60 пайков это жестко. Забастовка завершится. Риск забастовки на бастующих объектах резко возрастет. Давайте сделаем вот так, потому что нам сейчас важнее всего вот эта вот история. И нам нужно все-таки как-то произвести какое-то количество все-таки вот этих вот штукенций. Так, легкое обморожение, но оно и понятно. Давайте посмотрим. Обморожение мы такое уже с вами видели. Сколько у нас заказано? Десяток заказан. И нам нужно получается с вами... Блин, какого хрена я забыл? Сколько нам надо? Давайте посмотрим. 20. То есть нам нужно еще 2 заказать. Правильно? 8 готово. Здесь 10. Соответственно еще 2. Но вторую мне немножечко не хватает стали. Да дайте мне гребаного покоя. Чистка. Сэрополченцы собрали инженеров, которых считают трудными. От них постоянно одни проблемы. Покончить с этим раз и навсегда, а потом наконец сосредоточиться на строительстве генератора. Речь о массовой казни. У вас разрешения никто не просит. Погиби мне до... До инженеров. Что значит до инженеров? Нужна революция трибунала. Всего дня, чтобы принять закон о терроре. Ой-ой-ой. Это тот самый случай, когда я все-таки приму закон о терроре. Ну давайте попробуем. Что уж делать? Раз уж такая пошла жара, почему бы и не принять этот гребаный закон? Потому что я думаю, что вариантов других нет. Мотивация растет. Это просто приколдесно. А что касается места казни, то мне не хватает 50 единиц гребаной стали, которой у меня и так нет. Так, почему-то я совсем забыл вот про вот эту историю. Наверное, я ее прожму, несмотря на то, что мотивация это даст немного. Нам нужно построить с вами место казни и, блин, по приемлемую температуру в домах, которую я, к сожалению, походу не обеспечу. И, наверное, они очень сильно расстроятся. Забастовка у меня просто будет на уровне жестком. Но у меня скоро откатится вот эта вот история. И 100 пищевых пайков я смогу потратить на то, чтобы все-таки ребят немножечко порадовать. Что вот это такое? Мотивация слегка повысится. Длительное употребление вызывает зависимость или смерть. Давайте вкручаем, потому что сейчас нам это действительно нужно. Нам нужно 100 пайков, чтобы нам собрали, потому что мне нужно сейчас, я боюсь, будет прокачать все-таки эту историю. Да еще и технология подъехала. Это просто замечательно. Все равно последнюю я не изучу. Я могу прыгнуть пока что в отопление, да, например, и сделать то, что обещал. 11 часов осталось. Но, может быть, мы успеем изучить. Я очень на это рассчитываю. Стали еще надо подсобрать полтинничек. Очень хочется успеть. Посты добычи больше не работают, поэтому я не вижу в них никакого совершенно смысла. А что касается температуры в отапливаемых зонах, я так понимаю, что значение радиуса, уровень отопления. Давайте повысим. И я действительно выполняю задачу, да, на данный момент. Ну-ка, покажите мне. Но я так понимаю, что с приходом следующих холодов эта задача, собственно, будет изничтожена. К сожалению, и ничего с этим уже не сделать. Насколько в бане им нужна? И вот здесь обогрев. Наверное, я не буду сейчас сходить с ума. Хотя, в принципе, по углю-то проблем никаких нет. Давайте еще вот этим подрубим. С углем я справился на ура. Вот что касается температуры и всего остального. Вот это печально, вроде уровень забастовки здесь понизился. Работа еще стоит. Сэр, летейная все еще в пикетах. Рабочие будут бастовать, пока не получат желаемую или пока их не заставят работать. Сейчас я не буду этим заниматься. Но посмотрим, что я могу сделать. Начать переговоры. Давайте смотреть. Остаток дня выходным. Давайте идите нахрен отсюда. Короткие смены настройки. Весь день выходной. Давайте весь день выходной. Все, отдыхайте. Мне пока что это здание не очень нужно, если честно. Пока что меня интересует три вот этих паровых генератора для того, чтобы начать следующую технологию изучать. И, кстати, наверное, я закажу все-таки это гребанное место казни. Насколько бы мне не хотелось этого делать. Сейчас бы найти бы его еще, на самом деле, наверное, в труде. Да, вот оно, место казни. Ух, ни хрена себе, место казни. Серьезное такое учреждение. Но давайте поставим очень много людей свободных, которые могут этим заняться. Никто им не помешает. Ну, что мы там, произведем сегодня еще две или нет? Есть у меня большие опасения, что все-таки нет. Но мы постараемся. Вместо казни построено, мотивация растет. Это отлично. Скажи мне, что мы успеем сделать последнюю. Блин, почему это я просчитался? Нам не хватает еще. Нам еще не хватает. Вот это печально. Вот это по-настоящему печально. И мне не хватило одной единицы стали для того, чтобы сейчас эту ситуацию, собственно, решить. Ну-ка, подождите-ка. Давайте-ка на паузу воткнем, и я подумаю. Да ни хрена я не подумаю. Мы едем дальше, потому что рабочий день закончился даже до восьми. Сейчас вариантов никаких у нас нет. Ждем понижения, но потом пытаемся выкрутиться. Смерть врагам народа. Мотивация выросла просто до небес. И я так понимаю, что мы казнили одного из людей. Первая казнь, сэр, мы только что казнили первого неугодного. Его сварили заживо при помощи горячего пара. Самые слабонервные отвернулись, но большинство наблюдали со страхом и трепетом. Пусть все знают, какая мрачная участь ждет предателей и лентяев. Народное ополчение уже поставило в очередь на казнь еще одного осужденного. Ну, как бы это не было жестким, это все-таки нам помогает. Обещание, к сожалению, нарушено, действительно. И я так понимаю, что мы все-таки успеваем произвести последний. Очень странно, что обещание нарушено, но тем не менее мы можем все еще работать. Последний радиатор нам нужно произвести. Мы наконец-то можем приступить к изучению технологии. Давайте быстренько это сделаем. Я так понимаю, что оно находится здесь, и это действительно так. Ну что же, прокачиваем. Посмотрим, с какой скоростью они все-таки это будут делать. Достаточно много вот этих вот штукенций, но, к сожалению, не все супер классно работают. 104, 130, но оно и понятно здесь, скорее всего, инженеры. Вот отсюда ребята просто решили съехать, потому что замерзли к хреновой матери. Здесь у нас ничего не происходит. Ну хорошо, ждем технологию. Я просто не знаю, насколько я должен долго мучить еще этих ребят, но они собирают сталь, и как бы мне кажется, они скоро просто-напросто отъедут от холода. Здесь еще есть какая-то сталь. Давайте я пока что не буду их мучить, потому что я не понимаю, насколько мне еще это надо. Уголь вроде в нормальном количестве, дерево вообще не интересует, еда тоже пока что еще есть, и если что, на крайний случай я прожму забастовки, но хотя вроде как не намечается какого-то дополнительного производства, нам осталось только изучить вот эту вот замечательную хрень, которая позволит нам улучшить генератор. Опять что-то происходит, давайте посмотрим. Холодные дома, друзья мои. Недовольство вырастет, риск забастовки. Ну у нас два дня есть, да, на то, чтобы поднять. Но я не могу этим заниматься сейчас, друзья мои. Недовольство, конечно, растет, но я, по крайней мере, вас не обманул, и мотивация не упала. Меня это больше устраивает, потому что мотивация также влияет и на моих инженеров. Единственное, что я сейчас бы мог сделать, наверное, это прокачать немножечко агитатором всю эту историю, чтобы они работали поэффективнее. Почему-то этот вопрос я давно отложил в долгий ящик. Давайте сейчас я это немножечко поправлю. Еще одна казнь, и мотивация снова повышается до максимума. Недовольство, к сожалению, находится в одном всем известном месте. Что мы можем с этим сделать? Вот, недовольство значительно снизится, риск забастовки уйдет. Давайте я прожму, потому что я боюсь словить максимальное. Это ни к чему хорошему нас точно не приведет. Здесь, собственно, что происходит? У нас 74%, и мы ожидаем. Ну что, последняя технология подъезжает. Но, как я понимаю, нам все-таки еще нужно будет дождаться эвакуации. Она произойдет через два дня и три часа. Но никаких других вариантов я больше не вижу. Все улучшения готовы. И это замечательно. Я получил какое-то замечательное достижение. Давайте посмотрим. Да, действительно, все готово. Ну, а теперь надо просто дожить до финала. Ну, давайте, подкиньте мне еще какую-нибудь задачку. Труд без конца. Так, нужно ввести обычные смены на следующие три дня. Я думаю, что это хорошая мысль сейчас, потому что мы больше не имеем такой возможности. Точнее, нам это просто-напросто не нужно использовать эти удлиненные смены. Их просто негде использовать сейчас. И мы просто должны дождаться. Наверное, все-таки с конструкционными профилями я погорячился. Не знаю точно, но температура на три уровня понизится. Это мы сто процентов знаем. Это не самое плохое, что мы видели. Минус пятьдесят. Но, наверное, если бы я выбрал какой-то другой уровень сложности, ситуация была бы намного хуже. Что касается технологий, давайте заглянем. На самом деле сюда, ну, точно не вот в ту часть. Может быть, я сделаю повышенную эффективность генератора. Ой, генератора, прошу прощения, обогревателя. И мы, наверное, чуть-чуть снизим расход угля. Хотя, в принципе, в этом никакого смысла нет. Сколько здесь стали осталось у нас? Можно мне посмотреть. Сто тринадцать еще единиц. Ну, хоть что-то соберем. Сэр, мы нашли труп. Коллеги умершего говорят, что часто делились с ним кокаиновыми таблетками. И тот постоянно просил еще. Предполагаем, что он скончался от передозировки. К сожалению, такая реакция на кокаин не редкость. Мотивацию пойдет сократить потребление наркотиков. Кокаины и таблетки будут запрещены. В принципе, меня это устраивает. Еще одна казнь прошла, но в ней смысла по-хорошему нету. Потому что сейчас мотивация на максимальном уровне. И мы, наверное, тупо будем дожидаться. Я не вижу смысла растягивать эту серию на две. Поэтому мы, наверное, будем просто созидать. И периодически смотреть разнообразные приколюхи. Мучительная ломка. Сэр, люди будто с ума посходили с тех пор, как мы сократили поставки наркотиков. Кто-то в апатии. Кто-то нервничает. Кто-то ведет себя хаотично с приступами истерии. Похоже, они пристрастились к таблеткам. Люди подсели на наркотики. Без них мотивация упадет. Да и хрен с вами. Если что, мы кого-нибудь казним. И без наркотиков обойдетесь. Даже какая-то технология изучена. Я не вижу смысла что-то еще подрубать. У меня просто ресурсов на это не хватает. Законы тоже все изучены. Остается совсем чуть-чуть. И я продолжу крутить время. Но не все так просто. Качество еды. Вы хотите, чтобы я вам дал обычные пайки. Вместо того, что мы сейчас делаем. У вас нет дня, чтобы раздобыть 292. Недовольство вырастет. Риск забастовки повысится. Ну, идите нахрен тогда. Недовольство выросло. Но при этом мы можем нажать вот сюда. И недовольство, собственно, падает. Поэтому все нормально. Да что ж с вами там происходит? Пропавший разведчик. Если все пойдет по плану, ледокол прибудет завтра. Очень вовремя. Все уже отчаянно жаждут убраться отсюда. Один из наших людей пошел по льду высматривать корабль. Но уже долго не возвращается. И вот друзья беспокоятся за него. Пять человек отправятся из лагеря. Не будем больше рисковать жизнями. Ну, давайте отправимся из лагеря. Потому что недовольство и так у меня не очень в хорошем уровне. Сейчас его растить никак нельзя. Что-то опять происходит. Судьба разведчика. Поисковая группа вернулась среди ночи. Ни с чем и в страшном беспокойстве. Они обнаружили утоптанный пятачок снега, залитый кровью и усыпанный клочками одежды и рюкзака пропавшего. От пятачка вели следы огромных лап. Это белый медведь, говорит опытный охотник. Обычно они до зимы держатся куда севернее. Надо бы выбираться отсюда. С погодой творится неладное. Но это мы и так в курсе, дружище. Это нам Америку не открыло. Я так понимаю, что где-то в районе, наверное, 6 утра. Или нет. Да, скорее всего. А нет, наверное, это все-таки днем произойдет. Мы ожидаем потепления. Мне кажется, что еды хватит тютелька в тютельку. К сожалению, очень много больных. И они идут только на лечение. Но так как они поступают сразу, я так понимаю, что лечатся недолго. И это меня очень радует. Давайте продолжим, наверное, смотреть, что нас ожидает. Какая-то еще очередная казнь. К сожалению, ничего с этим не поделаешь уже. Тем временем мотивация просто упирается в потолок. Ну, пускай будет так. Она, конечно, нам сейчас не нужна. Мы просто созидаем с вами, наблюдаем за происходящим. Еды хватает тютелька в тютельку. Я вам скажу, конечно, что здесь достаточно рискованно получилось. Но, тем не менее, вроде как, по моим скромным подсчетам, мы справляемся. И тот самый день уже очень рядом. Давайте, наверное, вместе дождемся того самого момента, когда нам скажут о том, что миссия пройдена. А может быть и не пройдена. Я просто не представляю, что еще нам может подкинуть эта игра. Я был уверен в том, что надо просто построить генератор. Но нет же, надо еще дождаться все-таки эвакуации. Которой, скорее всего, мне кажется, не будет. И температура действительно повышается. И, я так понимаю, сейчас будет около минус 20. Да, это именно так. Ну и что будет происходить дальше? Наверное, игра нам сейчас расскажет. Осталось 3, 2, 1. Мы постарались. Наконец-то, прям не верится. Действительно пришел ледокол. Ледокол действительно прибыл. Это настоящее чудо, как долго мы ждали этого дня. Я так понимаю, что нас эвакуировали. Теплящийся огонек. Я не знаю, как правильно читается это гребанное слово, но тем не менее. Огромный генератор – символ вашей победы, исчедает из виду. На фоне огромных гор он кажется крошечным. Вы победили вопреки всему и дерзко смотрите в туманное будущее. Рабочие, вдохновленные созданным чудом, горят энтузиазмом и не могут дождаться возможности принести радостную весть домашним. Они никогда не забудут вашего урока. Старый социальный строй станет топливом для пожара. У вас есть ощущение, что они не будут, сложа руки, наблюдать за хаосом, в котором погрязла империя. Из зажженной вами искры возгорается пламя. У нас получилось. Каждое смелое начинание требует жертв. И мы принесли их. Казни. Снятие привилегий. Борьба с инакомыслием. Пропаганда. Может ли одна жизнь быть ценнее другой? Ливерпулю нужен был шанс. И я пошел на все, чтобы дать его. Мертвых рабочих 10. Мертвых инженеров 2. Но. Была ли цена справедливой? Участок 113. Новый Ливерпуль. Поддержка 800 граждан. Шансы выживания допустимые. Ну что ж, друзья мои, как вы понимаете, это финалочка. Финалочку прямо на ваших глазах. И в целом получается, что мы смогли, если честно, до последнего не был уверен в том, что у меня получится всю эту историю победить. Потому что казалось, что какие-то новые задачи будут подкинуты игрой. И я с ними просто-напросто не справлюсь. Но все получилось, в том числе и за счет вашей поддержки. За что я вас, конечно же, очень благодарю. Ну а Frostpunk на этом завершается. И мы помним, что также нас ожидает какое-то еще одно дополнение под каким-то кодовым названием, которое еще, как я понял, не расшифровано. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И пока-пока.